Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресный день первой недели Великого Поста. Сегодня то событие мы празднуем, которое называется Торжеством Православия. И вот вопрос именно с сегодняшнего дня. Как мы можем торжествовать, если происходит вот такая беда, такая скорбь в Красногорске? Какое же это торжество, если, по сути, почти что в столице нашей Родины происходят теракты, происходит хулиганство, бесчиние? Какое же у нас торжество? А такое, скажу, как всегда. Всегда Церковь Православная торжествовала именно после или вопреки тем гонениям, хулиганствам, безобразиям, ненависти, бесчиние. Вопреки и несмотря на то, что враг рода человеческого действия, и непосредственно сам, и через каких-то людей бил и бьет нашу Церковь, мы стоим. Каким образом? Видимо, молитвами святых, которые находятся в нашей Церкви. Видимо, теми, кто действительно обладает той любовью, которую можно назвать любовью Божией. Видимо, потому, что Церковь, да не видимо, а точно, потому что Церковь возглавляет Христос. А если Бог с нами, то на нас. Поэтому, с одной стороны, мы скорбим, что такое произошло, что такое в принципе может происходить. А с другой стороны, мы торжествуем. Торжествуем, потому что мы все равно живы. Живы, я имею в виду, не наши какие-то скудные индивидуальные жизни, а живы в принципе. Живы, как церковный организм. Живы, как люди Божьи. Ну, вот, чтобы так говорить, напомню, что тогда надо и являться людьми Божьими. Сейчас идет пост. Сейчас время сугубой молитвы, сугубого пощения. Не развлечений, не каких-либо праздниц светских, увеселений. Сейчас молитвенное, сугубо молитвенное дело. Я вас всех призываю. Не уподавляться тем, кто из ненависти, из злобы, и как оказывается, и из жажды наживы, из-за денег делает такую гадость. Не уподавляйтесь. Не в том смысле, что не берите гранаты, а в сердце своем. Не будьте такими. Не будьте такими. Мы, православные люди, инаковы. И Бог с нами. И мы верим, что вопреки вот таким ненавистным, безобразным делам мы можем выставить. Мы церковь. Еще раз повторяю, только если мы говорим, что мы церковь. Мы должны уподавляться тому примеру, который нам показал Христос. Я вас всех, вопреки и несмотря на происходящее безобразие, поздравляю с торжеством православия. Мы, церковь всегда будет торжествовать. Церковь всегда будет над дьяволом, над теми, кто стал его приспешниками, над теми, кто обезумел в своей грязи, в своих грехах. Да не будет так со всеми нами. Аминь.